здравия желаю наобранцы рядовые ветераны маршал на связи штаб игрового спецназа смены связист иван создатель и мы заканчиваем я надеюсь что уже закон заканчиваем в этой серии проходить бесконечно лето хорошая концовка с семеном прошлой серии как вы поняла как вы помните если кто не помнит смотрите там плейлисте нам пионер мы встретились с каким-то еще двойником семена из и пионер так называемый нам продемонстрировал что он как бы повелевает этим миром я думал что типа предыдущая серия будет финальный но увы за времени я точно бы не успел потому что как только я снимаю часовой видеоролик то он автоматически делится на 2 а это как я не хочу замучу мучиться с монтажом решил начать отдельную серию может быть завтра вновь проснулись в автобусе маршрута номер 410 а может не проснусь вовсе и все так то просто оставаться здесь смысла нет бежать некуда получается что мой единственный выход уехать на автобусе вместе со всеми уехать неизвестность последний недель я только этим и занимаюсь плутаю по узкой дорожки в кромешной темноте не понимаю где здесь где конец а где начало это как в песням группы князь андрея князева письмо из трансильвании там во мраке темных улиц типа плуждаю я вам рая я в пасти темных улиц страдая целе по любви своей вот как то так когда мы уже почти дошли до к воротам осушу кто кто-то зовет меня по имени семён семён ольга дмитриевна я счастлив на секундочку давай только быстрее то без тебя уеду я напрялся в кустам откуда доносился голос семён семён продирая сквозь ветки деревья вышел на лесную тропинку голос как казалось звучал словно не из ниоткуда он вот он вроде был доносился за дерево а вот как будто из-за спины похоже это один из тех с параллельных миров мне казалось что именно его я еще не встречал у нас мало времени я слушаю я знаю что ты общался с ним и с ним да я знаю что они тебе сказали не спрашивая откуда что они тебе сказали не спрашивая откуда окей ты должен знать одно знать то что знаю я нас тут не десять и даже не тысяча но многие выбрались я пытался перево переварить все сказанное ему сформулировать нужные вопросы почему тогда ты здесь я остался зачем чтобы помочь другим найти выход как благородно почему я должен тебе верить ты уже третий точнее я я и сам-то не уверен что вы все моя галлюцинация не моя галлюцинация дело не в вере в чем тогда дело в правильном выборе считаешь что ведь весь этот лагерь один большой лабиринт чтобы выйти должен сделать несколько правильных поворотов хорошо и как не узнать какие из них правильные ты узнаешь пойдем со мной куда это на второй круг подожди-ка тот пионер сказал что этот второй круг начнется у меня завтра он лгал говоривший повысил голос он окончательно сошел с ума и пытался уничтожить всех остальных если я с тобой не пойду а да на автобусе то я уничтожить так я не знаю так почему же ты так говоришь потому что после разговора с ним никто не возвращался служа почему эти должен верить и не на шутку разволновался если тот пример всего лишь прикалывался над мной и вроде бы не представлял особой угрозы то этот говорил о вещах которых вообще стало опасаться кому из них велики я решить не мог эта задачка сродни попытки узнать у слепого включен в комнате свет или нет он может только угадать так и я быстрее нет времени подожди-ка выбирай идешь или нет так мы должны не идти за голосом все ребят сейчас минутчика нет знаешь что я не могу вот так вот за пару минут поверить тебе с тем товарищем все же знаком всем товарищем я все же знаком поболее это и аргументы у него невесомие ты пожалеешь эти звуча прозвучал слова прозвучали как будто бы из другого мира похоже голос исчез конечно я не мог быть уверен в правильности своего выбора это просто решение обусловленной нехваткой времени а вот прав я или нет это скоро выяснится через пару минут уже стоял на остановке вместе с остальными пионерами все собрались начала ольга дмитриевна сегодня вы покидаете наш лагерь и на прощение хотелось бы вам бы вам кое-что сказать она заметно нервничала никак не могла подобрать нужные слова надеюсь что время проведенные здесь вам вам запомнится на всю жизнь что у вас останутся только приятные воспоминания о совенке также надеюсь что здесь вы стали жуточку лучше смогли чему-то научиться познакомиться с моими друзьями в общем возвращая возвращайтесь следующем году вожата отвернулась похоже она пыталась держать слезы я не ожидал от нее такой эмоциональности хотя все равно и слова пока показались не полнейшим бредом как и всегда пионеры начали весело кричи весело кричать толкать загружаться в автобус я решил еще немного постоять попрощаться с этим лагерем внезапно захотелось бросить монетку конечно фонтана здесь не было да и возвращаться сюда желание не возникало но ведь это просто примета в них я не верю крайней мере не верил раньше пошар в кармане нашел лишь пару фантиков от конфет карандаш и клочок бумаги повертев их некоторое время в руках и присел на корочки положил бумагу на землю накрябал несколько слов то и здесь не просто так успешно в 6 своей глупость я бросил качок под колеса автобуса и поднялся в салон мне досталось место в середине по самым но самым страшно было не то не это а то что 5 все пионеры сидели по парам только я один впрочем какая уже разница через некоторых нескольких часов я либо исчезну либо начну все по новой автобус мирно подпрыгивая на кочках медленно ехал в сторону райцентра завидавшими виды стеклами в непроглядной ночи ничего нельзя было различить впрочем окружающую местность мне сейчас интересовало меньше всего я просто сидел и ждал неизбежного гола и впервые за долгое время было совершенно пусто пионеры вокруг меня развлекались как могли в ленг с алисой играли в карты или она читала книжку а славя спала мику безуспешно пыталась завести разговор шаней а та из последних сил сдерживала желание убивать электроне шуриком как всегда что-то мастерили только на времени только на меня никто не обращал внимание я кстати вот задумывался как алиса и лена играют вот в таком салоне в карты это не получается там сумку наверное положили используют вместо стола и наверное электроник шуриком точно также типа положили сумку вот как подставку типа что-то импровизированного в типе импровизированного стола и мастерят тогда на меня никто не обращал внимание может быть это несколько надуманное ощущение влаги в лагере я привык считать себя пупом земли думал что все крутится вокруг меня части возможно так и было на здесь сейчас я всего лишь инородное тело лишняя молекула в странном странному встроенному узоре кристаллической решетки не знаю сколько мы ехали на вскоре мне начал одолевать сон я очень набрался с морфеем стараясь продержаться как можно дольше в конце концов вполне возможно что сегодня последний день моей жизни тогда наверняка имеет смысл цепляться тогда наверняка имеет смысл цепляться за этим несколько часов бессмысленно поэтому не нужен случае этого нужно существование извините язык заплетается я внезапно вспомнил про тот клочок бумаги несколько слов написано на нем я их видел раньше но как я мог сразу не понять может быть эти пионеры вся эта чертовщина так задумаю затуманили мой мозг голову буквально разрывалась от вопросов впрочем вскоре осталось физическое вскоре узум вскоре осталось физическое главное эмоционально взяла свое я заснул ну что ребят поздравляю себя и вас день какой-то там резкая боль скосковала мое тело особенно остро она ощущалась в висках они словно были готовы расколоться на 1000 маленьких кусочков давай свободный доступ ветру мою пустую голову голову наверное я бы не выдержал и пяти минут такой пытки если бы вовремя не от глаза я находился где-то точнее сказать нельзя разум за волокло туманом мысли путались это то время между сознательным и бессознательным это хорошо помнишь сны о а вот это вам ребята то сам тот самый персонаж которого мы будем добиваться в следующем руте позвольте представить ювау или же юля создательница мира совенок ехал куда-то в каком-то автобусе выж почти задремал как ко мне подошла девочка начала что-то было быстро говорить слов было не разобрать но девочка то выглядела расстроена я никак не мог понять что и от меня надо время шло она все говорила и говорила без остановки я уже начинала это начинал мне раздражать хотел поспорить и попросить и помолчать и хотя бы умери свой пыл ничего не вышло то ли у меня не получилось ничего сказать то ли слова не дошли до нее лица ее разглядеть не смог лишь смог и слушать и слушать и смотрел наверное момент для меня это было неважно ведь вряд ли обычно запоминаешь как выглядит назойливый комар мешающий спать если потом можешь вспомнить частоту взмаха у крыльев и угол на крона наклон носика так это девочка один из миллионов голосов которые мешают сосредоточиться мешать думать мешать спать чем громче становились ее слова тем тяжелее они доходили до меня словно автобусом растерзанные временем кресла бугрустый пол ржавый потолок треснувшие стекло в кабине водителя все это уплывало вдаль вместе с ней тогда я почувствовал несравниванные облегчение неважно насколько идеален был был этот автобус и эта девочка не для меня представляли всего лишь навязчивой мошкой и вот я уже вижу абсолютно абсолютно пустоте и вот в абсолютной пустой пустоте право лим проваливаюсь в сон бывает же приснится же такое вроде бы не кошмар но явно что-то особо нормальное я встал и потел руками лицо чтобы вернуться к реальности громко зевнув и собра и собрался привести себя в порядок утро сегодня выдавалось на редкость хмуром не на еду не найдя в столе пакета с умывальными принадлежностями решил что можно обойтись и так одеться удовольствием трудом очень сильно дрожали руки я посмотрел на себя в зеркало и по достоинству оценил двухнедельную щетину щетину а что же может и ольги дмитриевны найдется бритва семян ты штуку и поехал и только выйдя на улицу понял что не на каком я не в каком я пионер лагеря основу своей квартире и вышел я не на улицу в коридор удивление смятение страх даже ужас охватили меня но как я сел на кровать и закрыл лицо руками пытаясь вспомнить события вчерашнего дня до автобус последний день смены да я заснул проснулся снова дома ну в общем до определенной степени все логично наверное основном основное удивление прошло в первые секунды в конце концов то что я вернулся вот так после недельного отсутствия не более стране не более странно чем то как я внезапно оказался вне компания лагеря восьмидесятых годов события последних дней на мгновение пронеслись у меня перед глазами тот таинственный пионер его слова но как же тогда удалось вернуться в реальность если верить ему я должен был застрять там навечно ведь выхода нет с другой стороны он был не один пионер на остановке голос утверждал и голос утверждали совсем обратно что отсюда есть выход значит я его наш нашел смог вырваться замкнутого круга но как к тому же теперь непонятно радоваться мне или огорчаться за последнюю неделю я так привык изматывающему внутреннему монологу поиску ответов анализа всего и вся что просто не мог принять этот факт не выяснив почему все произошло именно так да он наговорил что я единственный кто на первом витке узнал о существовании всего себя подобных но что это меняет любом случае все его теория все рассуждения микроспались как карточный домик теперь предстояло решить как на это реагировать конечно надо радоваться я тебе вернулся в реальный мир может последние семь дней лишь сон ведь нет никаких подтверждений того что я действительно там был нигде не видно моей пионерской формы выгляжу как я как не раньше на свой возраст мобильник валяется на столе в полной зарядкой на к память не оба не обманешь настолько реальные ощущения нельзя пережить во сне да и помню я во всех подробностях события целой недели конечно возможно все это время я был в коме я вырвалась не вырвался невольный смешок нет это тоже не вариант тогда получается что все хорошо что хорошо кончается вспомнились последние часы моего пребывания там где уже надеялся выбраться ведь я уже не надеялся выбраться если не из лагеря то из той реальности я же был готов к еще одной неделе а потом еще и еще я согласился со своей ролью примирился с судьбой да и что мне осталось после всего случившегося я обреченно вздохнул и с трудом встал с кровати и подошел компьютеру странно но если верить ему с моментом исчезновения пошла неделя не неделя а всего 14 часов новое сообщение в мессенджере привет семён классно вчера посидели ты нас не забывай звони почаще институтский товарищ на встречу с ним и остальными одногруппниками собрался тогда и тут вернулась все боли головокружения в комнате повис стойкий запах перегара получается действительно был вчера на этой встрече культурно отдыхал получается не был никакого пионерлагеря но откуда же тогда взялось столько воспоминаний эмоций и чувств все это настолько непонятно что я взбесился начал орать матом рвать на себя волосы стучать кулаками по клавиатуре когда на ней не осталось ни одной кнопки такое как пришел в себя и зачем так переживать никто же не расстраиваться от того что за заканчивается сон и галлюцинация наоборот зачастую люди этому радуются неужели я настолько был готов остаться там что возвращение к реальности оказалось для меня нежелатель нежеланным и тут появилась как будто бы самая верная мысль может быть я скажу с ума ведь у психов часто бывают видения которые они выдают за реальность да и предпосылки у меня для этого есть безволосные сиденья в четырех стенах отсутствие реального общения куча психологических проблем что ж это много объясняет я нервно засмеялся тогда мне пора к психологу нет уж психиатру или сразу в желтый дом карета у меня карета как там в мультике падал прошлогодний снег карета сквозь кохот заорал я что есть мочи поручек поручек желает в номерах а как там в двенадцати стульях поедем в номерах стук соседей по батарее кое-как не успокоил если уж накрыл такими глюками то тут похоже поможет только лоботомия прострация просил несколько часов но о чем не думая ничего не но ни о чем не думая ничего не делая просто пялился в давно погасший монитор наконец подергал мышку я открыл пару вкладок браузера так что так что нового f5 f5 как будто событий прошедшей недели не было действительно что что гореватель в галлюцинациях реально реально до много до многовато воспоминаний до кажется похожим на правду все непременно доказательства нет вердикт ясен дальнейшая линия проведена поведение тоже я уже давно поду понимал что мой образ жизни меня до конца до добра не доведет может быть я не был готов к такому ну и что приду до смотрительней подобных три трипах вечер вереница тренд трендов и картинок несколько отвлека отвлекла меня от грустных мыслей самокопание неожиданно выскочил окошко сообщений сообщение привет как дела ну да крайне оригинально нормально он процесс в информации о контакте было совершенно пусто даже вместо ника стояла всего лишь 9-значный номер но по номеру уже нельзя узнать что за человек другом конца сетевого кабеля ведь так хоть хотя хотя именно тогда когда им все будет по-другому уницифорованные числовые дификаторы всего вместо имен набор символов биографии несколько байт характера и три с половиной биты чувств когда ехал наверно наверно кто-то из тех с кем я был вчера судя по всему нормально все запомнил что я тебе вчера сказала нет последние паузы папа и появилось что еще одно сообщение ясно плевать я хотел кто это из какой целью он мне пишет пока неизвестный абонент на не напрягал мне было совершенно параллельно параллельно его присутствие моем контакт листья но это ничего мы еще встретим все обязательно встретимся буду ждать с нетерпением ага хорошо пока я не стал отвечать это непонятный скомканый день про подходил концу ложась спать еще раз быстро прокрутил в голове все события которые мелко показались реальными где я проснусь завтра может быть галлюцинации вновь вернуться нет скорее все забуду как ни странно сейчас я отчетливо чувствовал что все происходящее реально там это вымысел игра игра либо больного воображения или правда или правда что-то фантастическое а здесь реальность да не всегда при приятным да не всегда приятная не всегда такая какой хотелось бы ее видеть преподносящие подобные сюрпризы но реальность с такими мыслями заснул постепенно жизни вернулась привычное русло и я стал заботе событий в той неделе конце концов ничего страшного не произошло же даже если все это было по-настоящему то что с того семь дней в пионер лагере не более не не убили не за за не ставили на надо мной опытов не промывали мозги так уж важно теперь что стало при что стало причиной а если все это галлюцинации то стоит надеяться что она больше не повторится я по-прежнему практически не выходил из дома компьютер интернет аста оставались моими единственными друзьями а клавиатура единственным способом общения с внешним миром кнопка 5 100 но и встала главной моей жизни все не так уж и плохо если вдуматься однажды на экране вновь высветил знакомый набор цифр не написал тут неизвестный привет привет как поживаешь нормально наверное действительно его знаю впрочем какая разница что нового ничего стабильность признак класса можно и так сказать понятненько для меня разговор был закончен но для него похоже нет значит ничего не изменилось не то что было было ну все таки такое не каждый день происходит и не с каждым ты про что а ты сам не понимаешь кажется начинал догадываться предпочту если бы и предпочту если ты пояснишь не вспоминаешь про лагерь не словно током ударила все события той недели мгновенно всплыли в мозгу руки задрожали а по лицу потек холодный пот я сужился могли делать ожидая увидеть там инопланетян приведение ли смерть косой новая квартира была как всегда пуста я выжил в коридор тщательно смотрел кухню ванну никого наконец вернулся компьютер на экране еще также мигала окно сообщений слове содержимое было совершенно обычным ты кто не попадая по клавишам с трудом напечатал я значит вспоминаешь может быть галлюцинации продолжаются или я никуда не уезжал из того лагеря или все это вообще всего лишь сон или я не знаю что сказать искренне признался я доника это сущность единственное определение которое пришло мне в голову нуждается в интернете не нуждается в интернете для коммуникации со мной но можешь ничего не говорить все и так понятно смотри в конце показался мне и мне еще дима до размера разверзающим безо безо безообразную пасть чтобы поглотить меня что со мной происходит и все-таки решился задать вопрос ничего совершенно ничего ты живешь своей обычной жизнью лагерь там все было реально а как это сам считаешь я не знаю если тебе это было реально туда реально если нет то нет все просто же ничего не просто что со мной будет дальше прошептал я ничего страшного похоже он и действительно меня слышал и без всякого интернета уже сковал все тело я закрыл глазами же закрыл глаза сжался в комочек зачем тогда вы все это со мной делаете я начал бредить слова сами выдавая вырывались изо рта бессвездный бессмысленный набор слов зачем зачем почему я зачем оставьте меня в покое и ничего не сделал ничего плохого не сделал спустя несколько минут я нашелся мужество при открытии один глаз посмотреть на монитор ты причина всему холодно мигала окно сообщений и что дальше скоро узнаешь глазах начало темнеть ушах зашумелые закру и закружилась голова я почувствовал что со само моё и естество вырывается из физической оболочки события прошедших нескольких дней стали каким-то далеким сону все это было не со мной затем из памяти начали истираться воспоминания о лагере как будто кто-то ластиком тщательно вымарывал написанный карандашом слова через мгновение я уже ничего не чувствовал не ощущал словно погрузившись не неземное блаженство если бы в том моменте меня кто-то видел то можно было заметить что я улыбаюсь что-то залип и отправился спамера в игнор закрыла окно сообщений развернул браузер браузер посмотрел на часы скоро выходить иначе опоздаю титан одиночество воде к этому у каждой истории есть начало и конец у каждой истории есть канала своя конвасию но все содержание ключевые моменты прологии эпилоги нет такой книги в которой при каждом новопрочтении открывались бы вещи на которые раньше не обращал внимание каждой истории есть начало и конец почти у каждой что ж ребят могу поздравить сам себя и вас что я прошел бесконечное лето на хорошую концовку семянам а вас за то что вы были со мной нам осталось еще парочка концовок после этого я перейду к модам по бесконечному лету первому в списке у меня стоит 7 дней смеку также модификация одержимая конечно мне придется сначала ну наверное пока я буду проходить и ну нет сначала будет история одного пионера затем 7 дней смеку а дальше я не помню там какая-то модификация связанная с ольгой дмитриевной даже есть такая модификация где ольга дмитриевна и виола они пионеры типа по сюжету и возможно я тоже пройду но наверное я вот когда буду проходить я вот пройду бесконечно летом какого история одного пионера и пока буду проходить 7 дней смеку я буду изучать мод одержимая то есть ставить на ним эксперименты типа какая правильно это то есть какая правильная последовательность сколько там всего концовок потому что вот руты поэтому модификации что-то я в интернете не мог найти да я и сам недавно только узнал что этот этого модификацию доделали это через левые источники такие как чат посвященные этому этой модификации да и там у людей толком не удалось выявить типа последовательность рутов вот все вот это вот итак у нас титан одиночество что ошибет на этом у меня все всем спасибо за внимание всем удачи всем пока конец связи увидимся в следующей смене